Регион встречает весну, а вместе с ней и паводок. Готовность сил и средств МЧС оценил глава ведомства и губернатор Станислав Воскресенский. Каждая контейнерная площадка теперь будет закреплена за конкретной управляющей организацией. В мусорной реформе новые правила. Притяжение спустя 30 лет простоя. 1 апреля в Иванове открылось новое образовательное пространство для детей и подростков. А 2 апреля в городе прошла первая инклюзивная вечеринка. Цвет настроения и одежды синий. Зоопарку исполнилось 25 лет. Все о животных и людях, которые с ними работают, узнала наш корреспондент Мария Смирнова. А теперь обо всем подробнее. Губернатор Станислав Воскресенский и начальник регионального МЧС Алексей Клушин во вторник отправились в ЛУХ, чтобы оценить готовность сил и средств МЧС и профильных служб к началу паводка. Паводок ожидается во второй половине апреля. Пока прогноз положительный. Погода способствует умеренному таяю снега. Подъем воды в пределах нормы. По прогнозам традиционно ожидается подтопление в пяти муниципальных районах. Но на сегодняшний день паводкоопасная ситуация стабильна. Подъем воды за последнюю неделю по данным мониторинга с гидропостов осуществился всего лишь на 3 сантиметра. Но тем не менее мы ко всем чрезвычайным ситуациям готовы. У управляющих компаний больше не будет возможности сказать «это не наша земля». Теперь муниципалитет обяжет их устанавливать контейнерные площадки для вывоза твердых коммунальных отходов на заранее согласованные территории и следить за их содержанием. За неисполнение крупные штрафы – 250 тысяч рублей. Идея закрепить места сбора отходов за юрлицом нашла отклик у губернатора. В течение этого года будет проведена инвентаризация площадок. Их, по предварительным данным, в Иванове – полторы тысячи. Рекоператор ответственности определена нормативно правильными документами. Он должен все, что в контейнерах, загрузить, вывезти. Раз контейнера находятся в муниципальной территории, а это объекты накопления мусора жителей, есть управляющие компании. Поэтому управляющие компании, наверное, в заявочном варианте будут подавать в администрацию города свои ходатайства, выделение им земельного участка по упрощенной системе. А в то же время подпишут соглашение о том, что они этот участок будут содержать должным образом. Перезагрузка дома культуры. Теперь в городе есть еще одно пространство, где подрастающее поколение может с пользой проводить время. Центр притяжения в районе Меланжевого комбината уже ведет запись на занятия. Более ста ребят заявили о своем желании посещать учреждения в первый же день. Это формат будущего. И люди все устали уже проводить время. Там какие-то тусклые выходные в торговых центрах, где, в принципе, ограниченный объем занятий для всей семьи. И поэтому такие дома культуры мы планируем развивать и далее. И следующим для нас этапом важнейшим будет кинотеатр «Современник». Весело и шумно прошла первая в городе инклюзивная вечеринка. 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, в центре «Авангард» состоялась дискотека для всех желающих. Требование было всего одно – в одежде должен присутствовать элемент синего цвета. Именно этот оттенок символизирует во всем мире расстройство аутистического спектра. Примечательно, что на мероприятии отличить уникальных людей от обычных было практически невозможно. В этом и весь смысл. Здесь на самом деле мы не видим никаких разделений, они все одинаковые здесь. На самом деле они пришли, у каждого из пришедших особенных людей своя жизнь индивидуальная. Они имеют право на то, чтобы пойти в кафе, посидеть с друзьями. Имеют право полное сходить в клуб. Пусть не ночной, но вот подобные вечеринки, они показывают, что они ведут такую же активную, нормальную, полноценную жизнь. Четверть века Ивановскому зоопарку. Официальным днем создания считается 1 апреля 1994 года. Однако зарождался он в конце 80-х во дворце пионеров и школьников на базе кружка юнатов. Коллекция располагалась всего в двух комнатах. Сейчас зоопарк насчитывает больше тысячи особей. Его площадь за последние годы увеличилась почти в два раза. Построены новые вольеры. В планах расти и множиться дальше. Нет, ну как и любой зоопарк, конечно, мы стремимся и расшириться, и построить новые вольеры, приобрести каких-то новых питомцев, чтобы не стоять на месте. Ну и участвовать тоже в каких-то других программах по разведению редких видов животных. Мы рассказали вам коротко о самом интересном, но, конечно, не обо всем. Делитесь с нами новостями в соцсетях или звоните в редакцию по телефону 93-4009. Эта неделя принесла много хороших новостей. Надеемся, выходные тоже будут ей подстать. Увидимся на РТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова